В прошлом выпуске нашей программы мы неоднократно говорили о уникальных возможностях нашего одесского побережья. О том, что мы могли бы с легкостью конкурировать с мировыми курортами Испании или, например, Бразилии или Таиланда. Особенно сейчас, после аннексии Крыма, Одесса просто обязана стать лучше. Это как раз тот шанс вернуть к нам в Одессу туристов и зарекомендовать себя как курортная столица Украины. Для этого есть абсолютно все предпосылки. Прекрасная природа, прекрасное то, что подарило природу. Все это есть. Море, пляж, просто все это усовершенствовать. Одесса должна стать популярным пляжным курортом мира. Для этого есть все предпосылки. Ведь на нашем побережье могут в едином архитектурном ансамбле расположиться и гостиницы, и оздоровительные центры, маленькие уютные кафе и помпезные рестораны, отдельные зоны для отдыха и спортивные площадки. Сейчас туристы или даже одесситы в поисках комфортабельного отдыха уезжают за границу. А ведь если на берегу появятся полноценные комплексы для отдыха, мало того, что туристы начнут приезжать со всего мира к нам, так и своим одесситам будет намного комфортнее отдыхать на собственном побережье. Несмотря на то, что у нас в Одессе есть и свои курортные поселки и пляжи, но одесситы продолжают выбирать отдых за рубежом. Я думаю, что основной причиной этому является то, что в Одессе нет такого количества гостиниц, гостиничных комплексов, которые могли бы предложить хороший, качественный отдых, но по доступной цене. Вот только представьте, здесь, в Одессе, на небольшой территории может разместиться целый городок со своей инфраструктурой. Небольшими гостиницами с концерт-холлом и спортивной ареной. С клиникой, оздоровительным центром и различными спа-салонами. Здесь можно сделать все для отдыхающих разных возрастных групп. Пожилая пара сможет прогуляться по новым зеленым паркам, рассматривая достопримечательности и наслаждаясь свежим воздухом. А для поддержания здоровья пройти курс лечения в санатории, которому также найдется место на побережье. Кроме того, бабушки и дедушки смогут с комфортом гулять со своими внуками, как на детских площадках, так и просто у моря. Одним словом, увеличение пляжа позволит с комфортом отдыхать одесситам и нашим гостям города. Как вам кажется, в Одессе на побережье не хватает санаторий, каких-то зон отдыхов для людей более пожилого возраста? Я думаю, да. А вот вам бы хотелось бы какой санаторий видеть? Может быть, какой-то медицинской клиникой? Хотелось бы, да, подлечиться. Хотелось бы очень за доступную цену для пенсионеров. Может быть, санаторий, но это долгая песня строительства санаториев, хотя, в принципе, здесь тоже можно рассматривать эти вопросы. Благодаря развитой инфраструктуре на пляже смогут комфортно себя чувствовать и люди с ограниченными возможностями. Для них можно сделать подъезд автотранспорта непосредственно к пляжу и пандус для спуска к воде. Чтобы приехали люди, восстановили свое здоровье красиво, и чтобы окружающие не тратили на них много сил. Понимаете, когда нет вот этих условий, когда близкие родственники начинают тебя носить, перекладывать, ухаживать, они ведь тоже должны отдыхать. Они должны максимально и человеку дать возможность реабилитировать себя. То есть докрутить эти колеса уже до такого момента, что вот он, уже почти вода. И он это все сам сделал. И это же тот самый шаг, о котором мы все говорим. Путь к тому, чтобы человек действительно становился даже в тяжелом своем положении, более сильным, более спокойным, более уверенным в себе, и помогающим своим близким, и уважающим себя. По облагороженным пешеходным аллеям и пляжу родители смогут гулять со своими детьми. Мама сможет заняться шопингом, отец рыбалкой или спортом, а ребенок тем временем покататься на велосипеде. Найдут чем себя занять и влюбленные пары. Ведь можно прекрасно провести время в кафе и ресторанах, посетить спа-комплексы и экскурсионные прогулки. А веселые компании, увлекающиеся активным спортом, смогут найти для себя развлечения на самом пляже или в яхт-клубе, где можно будет спустить на воду свою лодку или взять в аренду. Покататься на водных лыжах, скутерах или понырять с аквалангом. Ну, хотелось бы горки, дайвингом заниматься. Мне хотелось бы спускаться на яхте, чтобы доступно было это было, или на скутерах. Отдыхающие смогут поселиться и жить в гостинице у моря или приезжать на общественном транспорте, такси, а также личном автомобиле. Спуститься к пляжу можно по канатной дороге или на фуникулёре. Развлечения и отдых могут быть сосредоточены в одной части города так, чтобы человеку не пришлось подолгу добираться. Утром можно проснуться, поплавать в море или в бассейне, сходить на тренировку в фитнес-клуб, затем подкрепиться в кафе и отправиться борозить морские просторы под парусами. Если необходимо провести бизнес-встречу, то это тоже можно сделать на территории этого же пляжа за чашечкой кофе или в арт-холле. Кроме чистоты и осознанности в плане мусора, о которой все говорят, я думаю, важно ещё понимать, что если бы в прибрежной зоне появлялись кроме из сугубо туристических рекреационных зон, типа пляж утилитарный или там кафе, клубы, рестораны, появлялось бы и жильё в каком-то, не в 18-этажном варианте, а в каком-то приличном, или там рестораны, бизнес-центры, в котором иностранец мог бы приехать, взять свой ноутбук, поселиться в соседней гостинице, прийти в этот каворкинг, скажем, открыть свой компьютер, поработать, после этого в обед пойти искупаться на пляже, съесть в ресторане. Ну, такой принцип обычного европейского города, типа Барселоны, где всё вдоль набережной артериально сходится к морю, где ты вдоль моря можешь сделать всё, поездить на велосипеде, искупаться, побегать вдоль моря, практически вдоль всего города по набережной, поработать, поселиться в отеле, всё в пешей доступности, и автомобиль туристу тогда не понадобится. В общем, идеальное одесское побережье должно выглядеть именно так, но пока это только мечта. Мечта в том, что Одесса станет по-настоящему курортным городом, который будет известен на весь мир не только своей историей и архитектурой, но и современными европейскими пляжами. И давайте будем честными и откровенными до конца. Если уж в этом году в Одессе не протолкнуться, то это лишь связано с политической и экономической составляющей в мире. И нам, одесситам, скорее надо пользоваться этим и сделать так, чтобы отдых, проведённый в Одессе, передавался как красивая история с рекомендацией от одного туриста к другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова